Всем привет, это Дмитрий Горчаков. Последнюю неделю много говорилось об остановке французских АЭС из-за жары. Европу действительно накрыла чуть ли не самая мощная волна жары за последние десятилетия. Местами температура держится выше плюс 40 градусов по Цельсию. В этом видео я расскажу о том, насколько серьезно и масштабно это коснулось французских атомных станций. Начнем с основ. Да, атомным станциям требуется охлаждение. Как и любой тепловой станции, которая преобразует тепло угля, газа или мазута в электричество. Ей нужно конденсировать пар после турбин и сбрасывать часть тепла в окружающую среду. Это термодинамика. А против физики не попрешь. Чаще всего тепло сбрасывается в водоем, море, реку, озеро или искусственный пруд охладитель. Последний вариант типичен для российских атомных станций. Это называется прямоуточное охлаждение. Станция берет воду из водоема или из реки выше по течению, а потом сбрасывает ниже по течению, нагретую на несколько градусов. Это по сути третий контур. Вода при этом не касается реактора и не радиоактивна. Для нормальной работы атомной станции температура охлаждающей воды может меняться в довольно широких пределах. Чем ниже, тем даже лучше. Охлаждение будет более эффективным. Но и в жару технически АЭС может работать. Просто если температура воды будет выше некоторой величины, то станция будет работать менее эффективно. Например, на этом графике можно увидеть зависимость мощности первого блока нововоронежской АЭС-2 от температуры воды охлаждающей конденсатор. Нормальный диапазон температуры охлаждающей воды меньше плюс 31 градуса. Когда она поднимается выше, мощность блока снижается, его КПД падает. Кому интересно, эта картинка взята из вот этой статьи, ссылка будет в описании к видео. Но вернемся к Франции и волнам жары. Дело там даже не в том, что атомные станции хуже работают или не могут работать в аномальную жару. Они могут, но существуют нормативные требования, чтобы температура сбрасываемой воды не превышала определенных величин, чтобы не наносить вред речной экосистеме. Это так называемое тепловое загрязнение. И именно с ним связаны текущие ограничения. Поэтому в ситуации аномальной жары некоторые атомные станции вынуждены сбавлять мощность или даже останавливать блоки, чтобы не перегревать реки. То есть основная причина снижения мощности АЭС – это экологические нормативы и забота о природе, а не технические проблемы. При этом, кстати, для некоторых французских АЭС сделаны исключения. По согласованию с регулирующими органами, они должны работать на определенной минимальной мощности для поддержания частоты сети, даже если превышают нормативы по температуре сбросов. И такие отступления от правил, на мой взгляд, самое слабое и нехорошее звено во всей этой истории, поскольку тут действительно может быть нанесен ущерб окружающей среде. При этом ограничения по сбросу теплой воды в первую очередь касаются именно атомных станций, расположенных на реках. Из 18 французских АЭС, 4 находятся на морском берегу. И эти нормативы, и волны жары касаются их в меньшей степени. Еще 10 АЭС в континентальной части Франции используют для охлаждения градирни, или проще говоря охладительные башни. В них вода испаряется и охлаждается, т.е. тепло напрямую передается атмосфере, а не личной воде. С испарением из градирни уносится всего порядка 1% воды, остальное идет обратно в контур охлаждения. Поэтому такая система называется закрытой. Градирням нужна лишь небольшая подпитка воды и это позволяет строить атомные станции даже вдали от крупных рек и водоемов. Например, на этой картинке можно видеть белорусскую АЭС, она практически стоит в чистом поле. Хотя на самом деле подпитка ее градирин идет от реки, которая в 7 км от станции. Но объем этой воды нужен конечно гораздо меньше, чем было бы нужно для прямоуточного охлаждения. Или вот пример американской АЭС Пала Верде, которая вообще находится в пустыне на юге Аризоны, а для подпитки градирин используют в том числе воду со станцией очистки источных вод города Феникс. Кстати, в России уже более 15 лет Водный кодекс запрещает новым АЭС и ТЭЦ использовать прямоуточное охлаждение. Поэтому все новые блоки АЭС, построенные за это время, строятся с градирнями. Даже Ленинградская АЭС-2 расположена на берегу Финского залива. Кстати, про особенности охлаждения российских АЭС, как и в целом про их особенности и историю, я рассказывал в отдельном большом видео у себя на канале. Посмотрите этот ролик, если вы его еще не видели. Ссылка сейчас на экране и будет в описании видео. И не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал, это очень поможет его развитию. Также вы можете поддержать канал на Патреон и Бусти, все ссылки будут в описании видео. Но вернемся во Францию. Лишь четыре атомные станции там не находятся на берегу моря и не используют градирни для всех своих энергоблоков. При этом не для всех из них ситуация такова, что они оказывают серьезное влияние на эти реки. Чаще всего ограничения касаются трех станций. Это АЭС-Буже, Сан-Албан и АЭС-Шу. АЭС-Буже стоит на берегу реки Рон. Да, у нее есть четыре градирни, но они работают лишь на два энергоблока из четырех. Первые два энергоблока по 900 МВт каждый используют прямоточное речное охлаждение конденсатора турбина. Вторая АЭС-Сан-Албан. Она находится ниже по течению на той же реке Рон. То есть поток воды в реке уже больше, как и тепловая емкость. Но оба мощных энергоблока этой станции по 1300 МВт каждый не имеют градирин. И третья французская АЭС, которой чаще всего касаются температурные ограничения, это АЭС-Шу. Она находится на реке Мёз на севере Франции. У обоих ее энергоблоков есть градирни. Но эта атомная станция стоит на пятачке Франции, окруженном территорией Бельгии, куда течет река. Поэтому у этой атомной станции особое регулирование и особые требования к забору воды в случае ее обмеления в жару. Других французских АЭС ограничения по температуре обычно касаются реже. Например, эта АЭС-Трикостин. Она похожа на АЭС-БУЖЕ, то есть у нее есть два блока с градирнями и два без них. Но она располагается в более полноводной части реки Рон. Тем не менее, в эту особо сильную волну жары и она сбавляла мощность. Кстати, интересный факт. Эта АЭС-Трикостин обеспечивает энергией соседний заводик по обогащению урана. Так что суммарный углеродный след этого обогащенного урана очень низкий. Суммарно же в эту аномальную жару во Франции было отключено около 2 гигаватт мощностей АЭС или около 8% их текущей мощности. Это немало в моменте, но длительность таких ограничений небольшая. Для отдельных станций снижение мощности проводило в течение дней, а иногда даже часов. В среднем с 2000 года сокращение годовой выработки французских АЭС, связанное с летней жарой, составляет всего около 0,3% от годовой выработки. Хотя в отдельные годы с особенно сильными волнами жары они могут быть выше. Скорее всего в этом особо жарком году этот показатель тоже будет выше, возможно составит несколько процентов. Тем не менее, несмотря на относительно небольшое годовое снижение из-за жары, у компании операторов французских АЭС ЭДФ есть план по климатической адаптации всей инфраструктуры. Ну а новые АЭС будут строить с запасом охлаждения, то есть либо у моря, как нынешняя строящаяся АЭС Фламенвиль, либо с градирнями, либо это вообще будут малые АЭС, для которых вопрос охлаждения и теплового загрязнения стоит не так остро. Скажу еще пару слов об общей ситуации с атомной энергетикой Франции. В настоящий момент около половины всех АЭС Франции не вырабатывают электроэнергию. Но это, во-первых, во многом норма, а во-вторых, это не имеет отношения к волнам жары. Что, впрочем, не мешает СМИ связывать все отключения именно с жарой. Поясню, почему такая ситуация это почти норма. Каждая атомная станция в среднем раз в год на несколько недель останавливается для ремонта и перегрузки топлива. Поскольку летом во Франции потребление энергии меньше, чем зимой, именно летом АЭС в основном и обслуживаются. Так что каждый третий блок АЭС летом в ремонте, а это примерно 15-20 блоков, это вполне нормально для Франции. А вот что необычно и действительно неприятно, это остановка еще нескольких блоков для проверки технических проблем с коррозией, выявленных еще в прошлом году. У трех энергоблоков проблему обнаружили и устраняют. У трех в ходе проверок проблем не выявили. Еще на шести блоках сейчас проводятся проверки и они совмещены с плановым ремонтом. Все это в сумме дает действительно небывалое снижение выработки АЭС. Ожидается, что по итогу года выработка АЭС в Франции сократится минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, до 300-330 ТВт-часов, против 360 ТВт-часов в 2021 году. Добавлю, что жара оказывает влияние на всю энергетическую инфраструктуру. Горят леса и обрываются ЛЭП. Обычные тепловые станции на угле и газе тоже сбрасывают тепло в горячие реки. В жару нередки пожары масляных трансформаторов, которые есть на всех электростанциях или сетях и т.д. Но ЧП на обычных электростанциях не так беспокоят публику, поэтому о них не будут писать в СМИ. Ведь трансформатор на атомной станции и на любой другой станции – это два совершенно разных трансформатора, в глазах СМИ и обывателей. Поэтому о любом ЧП на атомной станции обязательно пишут в СМИ, причем в заграничных тоже. И об отключениях блоков по любым причинам, в том числе и из-за жары, тоже будут писать. Вот и создается впечатление, что все так плохо. Кстати, и солнечные панели тоже не любят жару, хотя любят солнце. Не в качестве критики, но для объективной картины добавлю, что эффективность солнечных панелей в аномальную жару может падать на десятки процентов. Подведу выводы. Первое. Да, жара оказывает влияние на французский АЭС. В большей степени оно связано с экологическими требованиями, а не техническими сложностями. При этом это касается небольшого числа АЭС, а общее годовое снижение выработки из-за жары находится в пределах одного процента. Второе. Да, АЭС оказывают влияние на реки и являются источником теплового загрязнения. Но эта ситуация регулируется. Проблема в том, что иногда от этих норм могут отступать в угоду безопасности энергосистемы. И за этими случаями надо особенно следить и думать, что с ними делать. Третье. Крупные АЭС могут работать в жаркую погоду и без опасности для рек, с замкнутым охлаждением и градирнями. Так что говорить, что атомные станции уязвимы перед климатическим кризисом, некорректно. И проблема, и решение понятны. Малый АЭС, кстати, и децентрализация атомной энергетики – это тоже может быть одним из вариантов решения проблемы. Четвертое. В настоящий момент у французской атомной отрасли есть проблемы и посерьезнее волн жары. Технические сложности в виде коррозии, проблемы регулирования и финансов, в связи с чем ЕДФ сейчас даже решили полностью национализировать. Так что жара – это меньшая их проблема. Ну и самое главное. Волны жары, которые все чаще будут в Европе из-за глобального изменения климата, оказывают влияние на всю инфраструктуру и все виды энергетики. Так что для надежной энергосистемы нужны разные виды низкоуглеродной энергии, а не поиск чего-то идеального. И ничего идеального не бывает. И чудес тоже не бывает. Спасибо, что посмотрели это видео. Сейчас вы можете посмотреть другие видео на моем канале, посвященные атомной энергетике. Берегите себя и близких.